Мы за всё хорошее и против всего плохого, если речь, конечно, идёт не про кот. Плохой кот часто критикуют, но ещё чаще пишут, и это неспроста. Но некоторая часть сообщества любит хлеборезки по кукурузе, типа за красивый кот и двор стреляют в упор. А те, кто против, должны быть экстренно набутылированы. Рыцари чистого кода считают, что они молодцы и все такие красивые стоят в белом, хотя после общения с ними создаётся впечатление, что не всех нацистов перебили в 45-м. Выжившие перебрались в программирование и теперь следят не за чистотой расы, а за чистотой кода. Да с таким энтузиазмом, что на улицу страшно выходить. Вдруг этот упоротый чувак поджидает тебя за поворотом с лопатой и неудержимым желанием сделать тебя жертвой акта пассивной некрофилии. По их мнению, мир однозначно делится на белое и чёрное. Писать плохой кот однозначно плохо. Писать хороший кот однозначно хорошо. Плохой и хороший это в контексте следования всем правилам проектирования, стандартам и конвенциям, а не в контексте рабочий код и нерабочий. На самом же деле, писать плохой кот нужно. Именно нужно! Порядком чаще, чем хороший. И я готов вам это доказать. Ну и раз такое дело, я вам расскажу свои подходы к написанию плохого кода. Потому что правильно делать такие вещи тоже надо уметь. А я в этом мировой общепризнанный эксперт с солидным опытом. Настоящий мастер коричневых цветов. Так что в этом видике будут ещё и всякие различные рекомендации по архитектуре и прочие фичи по написанию кода. Итак, во-первых, говнокодить нужно, потому что этого очень часто требует бизнес. Одно из значительных преимуществ плохого кода заключается в том, что он пишется быстро. Это происходит из-за того, что пропускается стадия глубокого проектирования приложения. Приложение пишется точно так же, как мой друг набил первую татуху. Сразу же после полдетрушки тёмного специалистам с сомнительными достижениями и на коленочке. Пропускается стадия написания тестов. Пропускается стадия документирования. Пропускается стадия организации нормального логирования даже. И так далее. В общем, пропускается куча моментов, которые влияют на расширяемость, на удобство написания кода, на процесс отлова багов. Как говорится, тяп-ляп и в релиз. Как же так получается, что бизнес часто требует писать плохой код? Может представители бизнеса тупорылые и руководствуются принципом здесь и сейчас да подешевле? Иногда, конечно, бывает и такое. Но чаще дело в другом. Вот представьте, подходит к вам типичный представитель малого бизнеса Вася. У него своя пиццерия, и он хочет, чтобы вы сделали ему мобильное приложение, которое позволит пользователю собрать свою кастомную пиццу и заказать её у Васи. По разумению Васька, такое приложение поможет поднять продажи до невиданных высот, потому что в его мухасране ни у кого нет таких суперсовременных нанотехнологий сверхлюдей. При этом у Васи, закредитованного от пяточек по самую шею, есть на счету 50 тысяч рублей. Он готов с вами ими поделиться взамен на такое замечательное приложение, потому что, согласно его ожиданиям, это приложение поможет ему заработать большие деньги, чем он вложил. К сожалению, ресурсы Василия ограничены. Он не может позволить себе потерять в случае неудачи большее количество денег, потому что иначе коллекторы сделают дупло Васи размером с Юпитер, чего, естественно, наш дорогой предприниматель хотел бы избежать. После всех подсчетов вы пришли к выводу, что 50 тысяч рублей недостаточно для того, чтобы написать такое приложение по всем правилам проектирования приложений. И у вас появляются два путя. Послать Васю куда подальше или ужаться при разработке путем сокращения затрат на написание кода. Например, выкинуть юнит-тесты, забить на документирование, положить болтяру на некоторый функционал приложения, который хочет Вася. По итогу разработка займет меньше времени специалистов и платить им придется меньше. Выбирать первый вариант не хочется никогда, потому что все хотят жить на баксы, а не на защикоины. А второй вариант подразумевает наличие плохого кода. Но плохой код сделает счастливым и тебя, и Васю. Вася обязательно потом придет к тебе наращивать функционал приложения, если оно выстрелит и принесет ему прибыль. Поэтому важно предупредить Васю по поводу последствий говнокода. А последствиями обычно оказываются сложности в расширении функционала из-за ригидной архитектуры, сложности с отловом багов при отсутствии тестов и нормального логирования, проблемы со включением новых людей в команду из-за отсутствия документации. Поверьте мне, Вася все поймет и будет согласен или покрывать расходы на переписывание приложения, или покрывать расходы на решение последствий говнокода, если прототип покажет себя хорошо. Ведь у Васи тоже два путя. Либо ничего не делать, либо сделать тяп-ляп и получить дополнительную прибыль, которую он может пустить в развитие приложения и получить еще больше прибыли. Но я знаю, что есть код-нацисты, которые отказываются писать плохой код, и при этом не отказываются от баблишка, который заносит Вася. Например, они скрывают тот факт, что пишут юнит-тесты, и что они могут их не писать. Естественно, у них при таком подходе есть два путя. Первый – это взять с бизнеса бабки за юнит-тесты и сделать вид, что без них никак. И второй – писать юнит-тесты за бесплатно. Первый случай походит на мошенничество. Лично я считаю, что это неприемлемо. Некоторые считают, что это обман на благо и поможет бизнесу потом сэкономить бабки. Они же эксперты по финансам компаний, которые встречают в первый раз. А как ты считаешь, это честный и правильный подход, который принесет в будущем плоды? Или ублюдочный крысиный мув, который направлен на получение прибыли здесь и сейчас? Напиши в комментах свое мнение, мне интересно очень, это вопрос скользкий. Может быть даже опросик в сообществе создадим на эту тему. Во втором случае надо быть полным отморозком, чтобы настолько не ценить свое время. Это уже преступление не против бизнеса, который доверился вам, а преступление против себя, что тоже недопустимо. Ты же хочешь зарабатывать баксы, а не за щекоины. Ну и вот еще вам примерный график сложности разработки в случае с хорошим и плохим кодом. Как вы можете заметить, если нам не нужно поддерживать приложение долго, то говнокод писать эффективнее. Но он начинает создавать проблемы на дистанции, в процессе поддержки, который заключается в виде добавления дополнительного функционала и фиксинга багов. Если приложение длительно поддерживать не требуется, то смело надеваем перчатки, чтобы потом легче было отмыться. Итак, бизнес хочет плохой код, бизнес любит плохой код и бизнес готов терпеть его недостатки. Все-таки воськов с 50 тысячами рублями на счету на порядок больше, чем огромных компаний, которые готовы вбухивать в разработку и поддержку огромные ресурсы. И наша с вами обязанность дать людям то, что они хотят. И чтобы при этом была не слишком жидкая подлива, потому что можно так окретиниться, что невозможно будет допрограммировать приложение даже до состояния прототипа. Плохой код это как темная сторона силы. Нужно его использовать в своих целях и не дать ему выйти из-под контроля. Чтобы держать его в узде, вы должны соблюдать ряд следующих принципов. Не класть свою 12-сантиметровую колыбаху разрушения на декомпозицию слишком крепко. То есть нужно приемлемо делить приложение на части. Изолированность частей может гарантировать, что случайно возникший бесконтрольный говнокод не заразит все приложение в целом. Мало чего это значительно снижает риски, так еще и позволит в будущем на базе этих модулей провести рефакторинг. Или вообще полностью переделать реализацию и оставить только их интерфейс. При этом важно не увлекаться детализацией. Мы экономим время, поэтому уложим болтяру на принцип единой ответственности и солид. Да простит меня дядюшка Боб. И не сильно упарываемся с выделением частей, которые повторяются с малой частотой. То есть забиваем еще на принцип драй. Вообще это больше вопрос допустимой детализации и проектирования. Чем больше времени и ресурсов, тем глубже можем планировать. Если говнокодим, то планируем самые крупные модули. А во время реализации полагаемся на опыт и на то, что нам подсказывает сердечко. Как правильно делить приложение на части, это тема отдельного видео, которое у нас когда-нибудь будет. Поэтому подписывайся, не стесняйся. Второй момент. Юнит-тесты не так уж и необходимы, как обычно малюют. Даже при значительных объемах кода. При этом на их эффективность еще влияет типизация языка, на котором реализован проект. При динамической типизации наличие тестов будет в разы полезнее, чем при статической. Но даже при этом не удавалось поддерживать платформу размером в 300 тысяч строк на джаваскрипте без юнит-тестов. Не без матов, конечно, но тем не менее все работало и более-менее расширялось по функциональности. Третий момент. Вместо документации используем краткое описание самых больших модулей. Можно делать это прямо в коде в виде большого мультистрочного комментария, либо, как обычно, это делаю я в файлике readme. И обязательно описываем в readme всего проекта, как настраивать окружение для разработки. Это основные моменты, которые требуется описать. Четвертый момент. Подзапариваемся с именованием переменных и выделением сложных условий в отдельные функции. Потому что соотношение время затрат к эффективности просто колоссальное. Отвратительный нейминг сэкономит времени не сильно больше, зато читабельность кода упадет в самые глубочайшие низы прямо к губке бобу. Руководствуясь этими принципами, нам удавалось поддерживать и развивать довольно крупную платформу размером около 300 тысяч строк, только API которой включало чуть больше 700 точек входа. И это все на джаваскрипт. И, господа эксперты, если у вас есть еще какие-то замечания по поводу того, как готовить это замечательное блюдо правильно, обязательно напишите об этом в комментарии. Все-таки я мог и что-то важное упустить. И того, что мы имеем. Толпу людей с ограниченным бюджетом, которые хотят, чтобы им сделали все и завтра. Можно, конечно, наплевать на них, но очень не хочется. Хочется, чтобы все зарабатывали деньги. Также у нас имеется необходимость иногда писать приложения, которые не предполагают длительной поддержки. Во всех этих ситуациях уместно будет ставить во главу принцип «быстро и дешево», а не принципы написания гибких и расширяемых приложений. Это абсолютно не значит, что нужно только говнокодить. Подход код нацистов оправдан в некоторых ситуациях, но далеко не во всех. Все-таки позиция, когда мы вешаем ярлыки и идем от частного к общему, уместна в программировании, а не в реальной жизни. Ну шо, ребятульки, дядя в интернете научил вас плохому. А теперь дерзайте. Продолжение следует...